Совместное производство телеканала «Франс Труа», «Ина Энтерпрайз», «Лобстер Филмс», «О Си Ан Си» при участии «Сюис Роман» в телевизионах. «Крылья славы», часть 2. Автор сценария Даниэль Костейн. Режиссер Кристиан Грациани, композитор Ричард Сандерсон. 7 декабря 1941 года Япония, бывшая союзницей Германии, напала на США. Через три года Япония уже билась в агонии, а американский флот находился в 500 километрах от ее берегов. В тщетных попытках предотвратить неизбежный крах японское командование бросило в смертельную схватку всю свою авиацию. Камикадзе, пилоты-курсанты, некоторые добровольцы. Они были принесены в жертву безумию японских генералов. Их запирали без парашюта в стальных летающих гробах, намертво завинчивая крышки самолетных кабин. Вот последний глоток Саке, и у них нет больше иного выбора, кроме как лететь, атаковать американский флот. Реклама Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова КОНЕЦ Судьба «Камикадзе» не имеет ничего общего с судьбами молодых пилотов союзных войск, также попавших в пекло войны в небе над Тихим океаном и над Германией в период с 1939 по 1945 годы. Эти пилоты тоже были курсантами. Но для них война была чем-то неизмеримо далеким. Они знали о той войне лишь по мультфильмам о Гитлере, который был чем-то недоволен, или про Супермена, который спасал Нью-Йорк от японцев, решивших обрушить на него гигантскую летающую бомбу-самолет. Однажды, выходя из университета, они увидели рекламную афишу, предлагавшую им стать военными пилотами. Почему бы и нет? Их кумиры того времени сами подавали им пример. Знаменитые Клар Гейбл или Джеймс Стюарт, которые на киноэкранах служили воплощением чувства глубокого патриотизма. Джеймс Стюарт сам стал военным летчиком и активно участвовал в наборе новых рекрутов, выступая с экрана в роли неотразимого мужчины. Служба в военно-воздушных силах обеспечит вам огромную популярность в глазах девушек. Только взгляните вот на эту. Пехотный офицер не имеет никаких шансов против летчика. Ведь стоит девушке увидеть маленькие крылышки у вас на груди, и она ваша. Лучшие из них становились летчиками-истребителями. Это было их мечтой. Эти кадры из жизни военных летчиков были сняты на Корсике в 1944 году с участием лучших операторов Голливуда — Уильяма Вайлера и Джона Стурга. На этих уникальных кадрах, снятых на плетке «Техниколо», запечатлены летчики двух истребительных эскадрилей. Одни из них — французы из знаменитой эскадриле «Лафаэт», с характерной прической на главе в стиле индейцев «Сиу», со знаменитыми аистами, украшавшими борта их самолетов. А другие пилоты 57-й воздушной группы США, символом которой служил петух. Как и положено летчикам, эти молодые люди позируют перед камерами. Ведь они летают на самом мощном истребителе тех лет — П-47 «Тандерболт». Оборудованный 8-ю крупнокалиберными пулеметами, этот самолет оправдывал свое грозное имя. Они не обращают никакого внимания на своих механиков, бывших основой их успеха, но остававшихся в тени. Перед взлетом механик, сидя на крыле самолета, руководил действиями пилота, ничего не видевшего спереди из-за высоко задранного капота. Когда самолет выруливал на полосу, механик подавал пилоту знак жестом, ставшим сегодня уже неприлично. Задачей этих пилотов был захват юга Италии и высадка в Провансе. Ежедневно они вылетали на боевые задания бомбить немецкие объекты. Ни один конвой не мог от них укрыться. Самолеты П-47 уничтожили 86 тысяч железнодорожных вагонов, 9 тысяч паровозов и 6 тысяч вражеских самолетов. Однако по мере продвижения войск союзников к Германии потери авиации от огня ПВО резко возросли. Этот французский пилот все-таки сумел остаться в живых. Однако удача не всегда была на их стороне. Тогда все они вместе, французы и американцы из обеих эскадрили, собирались вместе, чтобы послушать аккордеониста, игравшего популярной еще до войны мелодии. Пилоты всех войн и всех армий имели один и тот же общий ритуал поминовения прощальным тостом своих погибших товарищей. На следующий день – отдых. Можно встать немного попозже, привести себя в порядок, позаниматься спортом. Все пилоты отличались отменным здоровьем, как и Пьер Фресне в фильме «Большое заблуждение», который стирал свои белые перчатки перед вылетом на задание. Вот французские и американские асы воздушного боя рассказывают друг другу о своих победах, используя жесты, которые легко поймут летчики-истребители во всем мире. Другие пилоты беззаботно барахтаются в мутной воде местной реки Фьюме-Альто или просто греются на солнышке на ее берегу. В этом фильме есть все привычные эпизоды жизни летчиков. Немного шика, немного эпатажа и солнечные очки. Они были изобретением той войны, став символом военной авиации, предохраняя глаза летчиков от яркого солнца на больших высотах. Все служит для обольщения корсиканских красавиц, столь редких в этой стране всеобщей кровной мести. После освобождения Франции у прекрасных пилотов будет гораздо больше возможностей найти себе принцесс по душе. Битва в небе тем временем продолжалась. В своей книге, ставшей символом поколения, выдающийся французский летчик Пьер Клостерман назвал это «большим цирком». Сегодня пилоты должны обеспечивать прикрытие бомбардировщиков Б-17, знаменитых летающих крепостей. Это были высотные бомбардировщики, моторы которых оставляли за ними в небе красивый газовый след, что было сущим наказанием для их пилотов и делало их прекрасной мишенью для высокоточных немецких зенитных орудий. Сегодня звену Б-17 предстояло атаковать завод синтетического топлива. В воздухе немецкая авиация ведется загородительный огонь. Пулеметчики заняли места у боевых турелей. Среди них и Кларк Гейбл. Мистер Шмидт и Фокке-Вульф атакуют со всех сторон. Огнем немецкой зенитной артиллерии было уничтожено более 45 тысяч самолетов-союзников. Погибли и были ранены свыше 200 тысяч пилотов. У немецких пилотов были впечатляющие успехи, как, например, у Буби Хартмана, сбившего 352 самолета противника и ставшего самым результативным пилотом той войны. На этих кадрах в начале 45-го года Хартман получает из рук Гитлера высшую награду нацистской Германии. Это весьма унылая церемония. Красная армия находится в 100 километрах от Берлина. Союзники форсировали Рейн. Пилоты Люфтваффе уже не в силах предотвратить вражеские налеты на территорию Германии. Век авиации стал синонимом века массовых атак с воздуха. Воины должны были выигрывать бомбардировщики. Именно эту теорию Геринг провозгласил в 1940 году, обещая уничтожить всю Англию так же, как он уничтожил Варшаву. Но у них ничего не вышло. С такой же точки зрения придерживался и американский генерал Харрис, начальник Объединенных военно-воздушных сил, армии и союзников. Авиационные налеты тысячи бомбардировщиков привели к гибели свыше 2 миллионов гражданских лиц и разрушению городов, считавшихся сокровищами европейской архитектуры. Но, несмотря на это, в 1944 году нацистская Германия выпускала в два раза больше подводных лодок, танков и самолетов, чем в 1940 году. Массовые бомбардировки не дали ожидаемого результата. Во время войны в Вьетнаме американцы сбросили на эту страну больше бомб, чем на всю Германию, так ничего и не добившись. Единственный результат — всеобщее горе и страдания. В годы войны с 1939 по 1945 годы особенно страдали женщины. Их мужья и сыновья гибли на фронте, а им приходилось занимать их места на заводах. Вот одна из таких историй, характерных для своего времени. В конце 1944 года в Англии на одном из заводов фирмы «Хокер», выпускавшем истребители «Темпест» началась всеобщая забастовка, уникальные для войны случаи. Единственной, кто отказался в ней участвовать, была эта женщина. Ее муж был пилотом и летал на тех самолетах, которые она собирала. Эти самолеты выпускались десятками тысяч. Поэтому в конце войны было очень трудно остановить налаженный процесс их массового выпуска и сборки. Но было начато производство новых самолетов, отвечавших требованиям времени. Одним из примеров безумной траты средств стал гигантский прототип транспортного самолета «Геркулес», разработанный Говардом Хьюзом. Миллиардер и пилот в одном лице, этот человек всю жизнь устанавливал рекорды и завоевывал сердца женщин. Вот один из его шедевров — самый большой самолет в мире, построенный из дерева сосны. Но он был построен слишком поздно. Говард Хьюз сделал на нем всего лишь один короткий показательный полет. Из многих тысяч истребителей и бомбардировщиков сегодня уцелели лишь единицы, находящиеся на хранении в музеях. Однако некоторые из этих самолетов еще и сегодня продолжают летать, как, например, машины с поколения «Жанна Сали», члена клуба пилотов-ветеранов. Чтобы никто не забывал эти самолеты и людей, летавших на них. Сдача в плен пилота Люфтваффе. Май 1945 года. Пилоты Люфтваффе также имеют право на память о себе. На этих кадрах запечатлен пилот знаменитого пикирующего бомбардировщика «Фокки-Вульф» 190 серии «Д», известного как «Штука», в начале 1940 года, ставшего настоящим бичом для войск и беженцев. Пилот этой машины самый известный за всю войну истребитель танка. У него ампутированы обе ноги. Его имя — Ульрих Рудель. Так на своих протезах он попал в плен. Эти люди стали убийцами лишь потому, что чудовищами были их руководители, такие как Геринг, герой-летчик в Первую мировую войну, ставший нацистским маршалом и приговоренный судом к смерти. Многие пилоты Люфтваффе, которых он отправил на смерть, были еще почти мальчишками, как, например, Марсель, погибший в возрасте 23 лет. На этих советских истребителях летали французские пилоты. На всех фронтах в лице многих неизвестных людей из разных стран шла помощь. Именно тогда слово «герой» обрело свой истинный смысл. Как тут не вспомнить о людях, поднимавших после войны транспортную авиацию? Ведь они тоже герои, все эти стюарды, стюардессы и механики, отправлявшиеся в путь в тяжелых условиях, но еще до военных самолетов, чтобы доказать, что авиация несет на своих крыльях не только войну, но и мир. Именно они и возродили веру в мечту. Именно их улыбка приглашала пассажиров занять свои места на престижнейших ночных рейсах из Парижа в Нью-Йорк на самолетах экстра-класса «Констеллэйшн». Реклама компании Air France. Рейс Париж-Нью-Йорк за 28 часов. Рейс Париж-Сайгон за 35 часов. Рейс Париж-Эль-Риад за 28 часов. Вы прилетите над знаменитыми виноградниками Мерло и Сент-Экзюпери. Наши пилоты, экипажи наших самолетов будут рады оказать вам всяческое содействие в том, чтобы ваш полет протекал с максимальным комфортом, и вы в полной мере могли бы насладиться полетом и легендарной мечтой людей о небе. Люк за Драйен? Спасибо. Вызываю диспетчерскую вышку аэропорта Орли. Однако время винтовых самолетов подходило к концу. В 1945 году, когда войска союзников вошли в Германию, в лесах, вблизи шоссейных дорог, они часто находили весьма необычные аппараты. Это было знаменитое секретное оружие Гитлера. Сборка реактивных самолетов серии «Мистер Шмидт» 262 осуществлялась в лесах, чтобы избежать бомбардировок у шоссейных дорог, с которых они взлетали на скорости 900 км в час. Эти машины были гораздо быстрее даже самых лучших самолетов армии союзников, чьи пилоты едва успевали их разглядеть в прицел. Увлечение реактивной авиацией началось еще в 30-х годах. Секретные опыты проводились во всех странах, в частности, в Италии, в лабораториях «Карпони». Сжатый воздух смешивался с парами горючего, которое, воспламеняясь, придавало самолету колоссальное ускорение. В 1945 году в Германии существовало немало необычных проектов такого рода, воссозданных на этих кадрах при помощи компьютерной графики. Основной задачей союзников стали поиск и привлечение к сотрудничеству немецких специалистов в области двигателей и ракетостроения, авторов проекта «Фау-2». В годы войны нацистами было построено более двух тысяч таких первых в своем роде баллистических ракет, переносивших до тонны взрывчатки к целям при атаках с их помощью Лондона и Антверпена. Американцы захватили несколько образцов и перевезли их для испытаний в пустыню Аризона, даже не став закрашивать надписи на немецком языке. К ним в руки попал главный автор проекта по созданию этих ракет, конструктор сверхмощного орудия «Дора», настоящий военный гений Вернер фон Браун, под чьим руководством эти ракеты собирались в лагерях смерти. Впрочем, последнее не помешало ему в дальнейшем регулярно появляться на экранах телевизоров и обложках журналов и встречаться с президентами. Ведь кто мог помнить о его ракетах Вау-2 после создания им ракеты «Сатурн», доставившей людей на Луну? В СССР также попало большое число немецких ученых из числа самых выдающихся ракетчиков, что позволило стране немного опередить в данной области другие государства и запустить первый искусственный спутник Земли. Со временем на базе Вау-2 в СССР была создана ракета «Скат», применявшаяся еще недавно армией Ирака. К лент к французам попали специалисты концерна «БМБ», создавшие первый во Франции атомный реактор «Атар». С их же помощью Марселем Дассо был создан самолет «Мираж», одно из крупнейших достижений французской аэрокосмической промышленности. Это Марсель Дассо. Его разработки были использованы в Первую мировую войну, как, например, самолет Генномера Эклер. В те годы его имя было Марсель Блох. И в период между двумя войнами его самолеты завоевали себе прекрасную репутацию. Истребители, бомбардировщики, самолеты транспортной авиации — все они были революционны для того времени. Это был очень увлеченный и открытый человек. На этих немногочисленных кадрах, запечатлевших события из его жизни, он предстает полным оптимизма, стоящему у истоков развития французской авиации. Однако Вторая мировая война жестоко обошлась с его семьей, как и с семьями многих других людей. Сам он сумел выжить в двух концентрационных лагерях, но был вынужден изменить свое имя на Марселе Дассо. Это не повредило его таланту. Он начал практически с нуля, и уже через несколько лет Франция получила свой первый боевой реактивный самолет — «Ураган». Среди пилотов его испытательного центра в Бриттини была и летчик-испытатель женщина — Жаклин Ариоль. Она была приемной дочерью президента Французской республики Винсана Ариоля, обожавшей авиацию. Известность ей принесло исполнение фигур высшего пилотажа. А сейчас в небе над аэродромом «Мадам Ариоль» демонстрируют фигуры высшего пилотажа. Кульбит, бочку, переворот через крыло. Но в 1949 году она серьезно пострадала из-за аварии самолета, где летела пассажиром. Она перенесла несколько операций на лице, но сохранила свою любовь к небу. Она решила стать летчиком-испытателем. Марсель Дессо доверяет ей проведение испытаний самых сложных своих самолетов, сделав ее визитной карточкой своего конструкторского центра. Что касается ее самой, то ее не интересовало ничего, кроме фамилии в графике полетов. Ее лицо часто мелькало в кадрах кинохроники. Из рук президента США Трумэна она получила высшую награду за достижения в области аэронавтики, опередив свою соперницу Жаклин Кокрон. Этот период в истории авиации часто называют дуэлью двух Жаклин. Жаклин Кокрон начала свою карьеру немного раньше. В 1938 году она установила абсолютный рекорд скорости. Во время Второй мировой войны ею была создана организация женщин-пилотов. Всякий раз, когда Жаклин Кокрон устанавливала новый рекорд, Жаклин Ореоль тут же его улучшала и наоборот. Как и вся женщина, она любит цветы, музыку. Она прекрасная домашняя хозяйка. Любит проводить время в тишине, катаясь на яхте. Позволяющая ей на время отвлечься от ее любви к небу, которая уже однажды обернулась для Жаклина Ореоль трагедией. В 50-е годы работа летчика-испытателя была очень опасным делом. Ведь инженеры еще многого не знали. Компьютеры тогда еще не существовали. Все делалось путем проб и ошибок. Если все правильно, самолет полетит. Если нет, он упадет. К несчастью для пилота, его будущей вдовы и детей-сирот. Самым неизвестным фактором в авиации оставался фактор преодоления звукового барьера. Достигнув скорости звуков 1225 км в час, самолеты рассыпались в воздухе. Для исследования этого феномена в США был создан самолет-ракета Х-1, по форме, напоминавший пулю пулемета калибра 12,7 мм, вылетающий из дула со сверхзвуковой скоростью. Пилотом Х-1 стал капитан Чарльз Йегер по прозвищу Чак. Именно этому пилоту-испытателю вскоре предстояло стать героем. Эволюционно всегда запечатлели кадры фильма, материал, из которого сделаны герои, о первых шагах в истории космонавтики. Чак Йегер был пилотом-испытателем еще в годы войны. Перед тем, как его сбили, он сам сбил 12 самолетов противника. Его спасли участники движения сопротивления, благодаря которым многие из американских пилотов в августе 1944 года вышли навстречу войскам союзников в гражданской одежде и зачастую с весьма необычными сувенирами. На всей территории оккупированной Европы участники сопротивления спасли тысячи пилотов. 14 августа 1947 года бомбардировщик Б-29 поднял на борт самолет-ракету Х-1. Уже во время полета Чак Йегер занял свое место на борту Х-1. Ему пришлось не сладко. Накануне он с друзьями был изрядно навеселе, и они устроили скачки по пустыне. Упав с лошади, он сломал себе два ребра. Тем не менее, он успешно сумел добраться до кабины своего самолета. Он отправился в неизвестность, повторяя про себя, что хуже уже ничего не может быть. Произошло расцепление, заработали двигатели, и самолет впервые в истории преодолел звуковой барьер. На земле в этот момент люди услышали звук, похожий на двойной удар грома. Это воздух смыкался за летящим самолетом. Это событие ввергло в шок военных ведущих держав. Нужно было как можно быстрее преодолеть звуковой барьер, чтобы не отстать от конкурентов. Став специалистом по сверхскоростным полетам, Чак Йегер приезжает во Францию на испытание нового самолета «Дассо Мистер», также преодолевшего звуковой барьер. Ответом СССР стал самолет МиГ-15. Чак Йегер также летал и на одной из этих машин, захваченных в ходе войны на корейском полуострове. «Миги», пилотировавшиеся чаще всего советскими летчиками, в первых же боях показали свое превосходство над американскими F-86 «Сейбр». Война в Корее, от которой до нас дошли эти страшные кадры. На этой пленке оператор ВМФ США Томас МакГроу запечатлел момент собственной смерти. Один из самолетов зашел на посадку с плохо закрепленной бомбой. Она сорвалась с крепления, закувыркалась и взорвалась. Война в Корее была одним из небольших конфликтов в холодной войне между Западом и Востоком. Сталин и его последователи мечтали о все более мощных атомных бомбах, чем у американцев, вроде той, что скрыта за маскировочным брезентом этого самолета. Это было время испытаний ядерного оружия в атмосфере. Бедная планета. Холодная война так и не переросла в новую мировую войну из-за высокой вероятности взаимного уничтожения друг друга противоборствующими сторонами. Это хрупкое равновесие позволяло всем остальным странам жить в мире, пусть и в очень неспокойном, но в котором все большую роль играла авиация. Первый реактивный транспортный самолет был построен в 55-м году и получил имя «Каравелла». В его основе лежала достаточно простая и эффективная идея установки двигателей с боков, в задней части и фюзеляжа. Однако величайшей вехой прогресса в истории авиации стал, без сомнения, «Боинг-707», представленный публике самим Вильямом Боингом и его женой. Сравните «Боинг-40» для двух пассажиров, выпущенный в 1927 году, с этим гигантом. На его борту 150 пассажиров могли пересечь Атлантику со скоростью 900 км в час. Жизнь всей планеты круто изменилась. «Боинг-707» мгновенно завоевал рынки всех стран. Именно благодаря ему возник знакомый нам сегодня образ загорелого туриста и были построены прекрасные аэропорты, например, аэропорт Ворли. Теперь отныне и всегда гражданская авиация будет являться объектом нашей особой гордости, как и те люди, что сидят за штурвалами самолетов и обслуживают их на земле и в воздухе. Стюардессы за их рафинированный внешний вид часто сравнивали с манекенами, но в 60-е они стали символом нового женского стиля. «Послевоенные девочки-подростки мечтали о путешествиях по миру, о длинных ногах, высоких каблуках и, конечно же, о заветных каскетках стюардесс. Последующие 10 лет объем перевозок резко возрос. Это произошло благодаря созданию Боингов 747 с более мощными двигателями, способными нести до 300 тонн полезного груза и 400 пассажиров. Самолеты стали более напоминать поезда метро. Поэтому получило большое развитие индустрии частных реактивных самолетов, в частности, серии Falcon, конструктора DASSO, охотно покупавшихся в США благодаря усилиям Чарльза Линдберга. Новый расцвет эры реактивных двигателей пришелся на проект «Конкорд». «Конкорд» стал самым красивым из всех самолетов. Его задачей было преодоление технического отставания Европы. Можно сказать, что без французов «Конкорд» никогда не был бы создан, а без англичан он бы никогда не был востребован. Самолет не принес своим создателям большого коммерческого успеха, однако стал основой для дальнейшего развития конструкторской мысли. Летчик-испытатель «Конкорда» Андреа Тюрка без сомнения был одним из лучших пилотов в мире, лауреатом многих премий. Другим летчикам, достигшим такой же славы, был Дьодоне Кост. Тюрка поражал своей скромностью и романтичностью. Я всегда с нежностью беру в руки эту модель «Конкорда». У него правильная геометрическая форма, естественные линии корпуса, во многом напоминающие очертания тела, парящей над водой чайки, большой морской чайки. Тюрка был первым летчиком, кому удалось преодолеть двойной звуковой барьер на экспериментальном самолете со стратореактивным ускорителем, разработанным инженером Ле Дюком, которым воспламенение топливно-газовой смеси происходило непосредственно внутри самого двигателя, позволяя достигать высоких скоростей. Двигатели того же типа позволили «Конкорду» преодолеть двойной звуковой барьер и активно используются на сегодняшних коммерческих рейсах. А испытания продолжались. Тюрка выполнял всё более рискованные манёвры. Нельзя же всю жизнь бояться. Бывали, конечно, волнующие моменты, но страшно никогда не было. Среди пилотов этих самолётов не могло быть женщин. Их создатели были реалистами. Однако те из нас, кто летал в составе экипажей, никогда не думали о возможности трагедии. Всё было очень спокойно, мирно. Пилоты всегда были предельно осторожны и корректны. Великолепный сверхзвуковой самолёт был принят в эксплуатацию, несмотря на то, что из-за шума во многих странах его использование было запрещено. Тем не менее, более чем за четверть века он продемонстрировал не только высокую надёжность, но и окупил себя. Так продолжалось и до его первой катастрофы, которые, увы, неизбежны в авиации. Холодная война продолжалась до конца 80-х, до распада Советского Союза. Как и во всякой войне, стороны, нисколько ни в чём не сомневаясь, тратили на неё многие миллиарды, которые могли быть использованы в других областях. Завоевание космоса стало одним из закономерных следствий Холодной войны. Римская империя правила миром при помощи своих дорог, Британская империя — при помощи своих кораблей, Империя США — при помощи своих ракет. В истории покорения космоса, как и небо, главную роль играли технологии. Инженеры стремились всеми средствами улучшить их. В странах Восточного блока таким конструктором был Микоян, создатель Мига, на западе Келли Джонсон. Его признанными достижениями стали самолёты серии «Консталлейшн», самолёты «Электро» Амелия Эрхард, истребитель П-38, и самолёт-разведчик «У-2», сбитый над СССР. Чтобы больше не рисковать, Келли Джонсон создал один из самых необычных двигателей всех времён — СР-71, позволявший преодолевать тройной звуковой барьер и развивать скорость в 4000 км в час. Для его создания также были использованы стратореактивные ускорители, поглощавшие столько топлива, что новый самолёт приходилось дозаправлять в воздухе сразу же после взлёта. До появления орбитальных спутников-шпионов СР-71 25 лет благополучно занимался фотосъёмкой всех секретных объектов на территории СССР, несмотря на то, что в тщетных попытках сбить его было потрачено 3500 ракет. В те годы появлялись весьма необычные проекты, например, вот эта летающая тарелка. Начиная с 1952 года компания «Авра Кеннеда» заявляла о начале работ по созданию аппарата, способного летать со скоростью 3000 км в час на высотах до 30 км. Однако в результате их детище едва смогло оторваться от земли на скорости 45 км в час. ВВС США также проводили работы по созданию подобных образцов, однако всё закончилось лишь появлением новых слухов об НЛО и летающих тарелках. Как, например, было с испытанием в земной атмосфере этого необычного устройства, предназначенного для высадки на Луне. Его пилоту удалось спастись. Его звали Нил Армстронг. В начале карьеры он был пилотом истребительной авиации, а затем испытывал Х-15. Этот экспериментальный аппарат, достигавший сверхвысоких скоростей на сверхбольших высотах, не имел собственной системы взлёта-посадки. В воздух он поднимался на борту бомбардировщика Б-52, используемого в военных конфликтах во всех уголках планеты. На борту Х-15 Нил Армстронг в пять раз превысил звуковой барьер на скорости более 6000 км в час при достижении высоты более чем в 100 км. Вот почему именно этого пилота и выбрали для миссии Века полёта на Аполлоне-11 с высадкой на Луне в море Согласия 20 июля 1969 года. Герои этой эпопеи Армстронг, Олдрини и Коллинз смогли встретиться со своими семьями, только выйдя из карантина. На тот случай, если бы они принесли на Землю какую-нибудь болезнь из космоса. Президент Никсон приветствовал их следующими словами. Сегодня я самый счастливый человек на Земле. И не только потому, что я был избран президентом США, но и потому, что могу сказать вам от имени большого числа людей добро пожаловать на Землю. Слава Армстронга была соизмерима лишь со славой Линдберга. Это был Христофор Колумб 20 века. Лучшего уже никому не удавалось достичь. Получалось только хуже. Сто лет спустя, после первого полёта братьев Райт, авиация привела нас в весьма опасный мир, в мир научной фантастики. За нами будут следить спутники-шпионы и беспилотные аппараты, часто оснащённые вооружениями и ракетами, управляемые из подземных убежищ, как в компьютерных играх. Лётчики не любят думать о подобном будущем, в котором им уже не будет места. Они продолжают демонстрировать в меру своих сил, что самолёт без пилота — ничто. Они сражались в небе над Боснией и Косово. Их вдохновляли слова Генемера о лобовой атаке. Сегодня они идут в такую атаку на терроризм. Ведь именно на них лежит ответственность за безопасность рейсов, даже в случае атак террористов-смертников. Благодаря своим самолётам они могут сегодня летать в два раза быстрее, чем скорость звука и много выше высоты полёта птиц. К большому изумлению — пилотов-любителей. Престиж их профессии неоспорим. Современными героями являются и пилоты группы «Патруль-де-Франс». Каждое их действие выверено до мелочей. Они подвергают свои самолёты и тела фантастическим испытаниям. Во время исполнения фигур высшего пилотажа уровень перегрузок в несколько раз превышает допустимый предел. Но всегда нужно быть победителем, быть лучшим из лучших. Через сто лет после первого полёта братьев Райт французская авиация активно продолжает своё развитие, чему свидетельством «Рафаль» — конструкторского бюро ДАСО и феноменальный успех в области вертолётостроения. Результатом сохранения традиции в области аэронавтики стали последние успехи компании «Аэробус» в создании дальнемагистрального самолёта с рекордным числом посадочных мест. И не исключено, что будущим героем в новый век авиации станет уже не пилот, а пассажир. Ведь сегодня, испытывая дискомфорт от долгого сидения в узком кресле салона, мало кто из пассажиров не задумывается о новых типах самолётов будущего. Возможно, что скоро эти мечты найдут своё воплощение. Уже через несколько лет на основные авиамаршруты выходит «Аэробус» А-380. Он в чём-то напоминает лайнеры. И тогда в наших душах воцарится мир. Мы, наконец-то, станем пассажирами будущего, как и все те, кто мечтал об этом на заре развития авиации, кто любил летать и рисковал ради этого всем, часто теряя при этом свою жизнь. Прошло сто лет, и это чудо свершилось. Человечество научилось летать. Крылья славы Фильм озвучен студией «Инис» по заказу «Союз Видео». Фильм «Ћ» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!